Приветствую вас дорогие друзья, вы на канале Xiaomi Store и у меня сегодня в руках совсем свежая горяченькая новинка от компании Xiaomi Mi Max 2. И для сравнения у меня есть также первая версия этого телефона Mi Max. Сейчас у нас в руках слева Mi Max 2 64 плюс 4 гигабайта памяти и Mi Max первая версия на 128 гигабайт плюс 4 гигабайта оперативной памяти. По планам у нас сегодня распаковка, обзор, также сравнение этих двух телефончиков. Некоторые тесты и первые впечатления. Поехали! Как вы видите, коробка у Mi Max 2 немножечко больше по размеру и интересно посмотреть изменилась ли комплектация. Давайте распакуем для начала Mi Max 2. Офигеть, я наверное никогда не привыкну к размерам этих телефонов. Это уже настоящий планшет. Планшет-офон, как их еще называют. Действительно с такой диагональю экрана и планшет не нужен. Все же эти телефоны на любителя. Итак, в комплектации у нас сам телефон. Инструкция на китайском языке. Скрепочка. Повод зарядки. Кстати, довольно короткий. Type-C. И весистый большой адаптер питания. Кстати, адаптер у нас на 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 ампера, либо 12 вольт 1,5 ампера. Теперь распакуем старую версию. Такой же огромный, диагональный, никак не изменилось. 6,44 дюйма. Почти 6,5. Здесь у нас также идет инструкция. Также скрепочка. Заметно меньше в адаптер питания. И он у нас на 5 вольт 2 ампера. А также провод зарядки черного цвета. Все, больше ничего внутри нет. Итак, слева у нас Mi Max 2. Комплектация. Справа просто Mi Max. Вот, вот автор. Комплектация схожая. Кстати, провод Mi Max 2 был прилично больше. Давайте точно измерим. Итак, провод Mi Max 2 всего метр. А Mi Max 1 версия метр 15. Как видите, они абсолютно одинаковые по размерам. И можно даже запутаться, какой из них такой. Какие мы видим отличия в этих телефонах? Сенсор для отпечатков пальцев в том же месте находится. Крышка здесь идет полностью металлическая сверху. Пластиковые вставки для антенн. А здесь идут просто пластиковые вставки сверху и снизу. Так выглядит немного симпатичнее и более лаконично. Камера, как вы видите, поменялась местами. Раньше была камера и вспышка, теперь вспышка и камера. Ну, больше особых отличий здесь нет. Так, качельки регулировки громкости находятся там же. У Mi Max 2 они немного более округлые и приятнее. А здесь идут они более заостренные и чуть больше выпирают. Зато легче нащупать. Вот питание здесь теряется под пальцем. Сверху, как вы можете видеть, в том же месте находится разъем для подключения наушников. Далее в старой версии у нас шел инфракрасный порт и микрофон для подавления шума. В Mi Max 2 инфракрасный порт поставили по центру, а микрофон для подавления шума в том же месте. Лоток для сим-карт находится в том же месте. Снизу также мы видим полное сходство. Слева и справа идут отверстия для динамика и микрофона. По центру у нас идет разъем для зарядки. Только Mi Max 2, а теперь это уже Type-C. На лицевой стороне мы никаких изменений не наблюдаем. Все там же у нас находится разговорный динамик, селфи-камера и датчик приближения освещения. Снизу у нас три сенсорные кнопки с подсветкой. Ну и основная изюминка этого телефона экран 6,44 дюйма. Убираем пока в сторону Mi Max и включаем наконец-то Mi Max 2. Да, потрясающее ощущение. Я не скажу, что мне нравится, но меня поражает размер этого экрана. Да, надо отдать должное, на таком экране гораздо приятнее смотреть фильмы и играть в игры. Но как телефон использовать такой девайс с сомнительным удовольствием. Итак, из коробки мы можем выбрать, как обычный, китайский язык, английский, либо хинди. Выбираем английский, как самый понятный. И телефон готов к работе. Сразу заходим в настройки и смотрим, что нам показывает этот аппарат. Здесь у нас стоит операционная система MIUI 8.5 стабильная. Версия Android 7.1.1. Также мы можем здесь видеть, что у нас 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной. Нам доступно 53 и 64 гигабайта. Если сравнивать Mi Max 2 и Mi Max, из коробки Mi Max идет с версии Android 6.0.1 и MIUI 8.0 стабильная. Сейчас идет обновление на версию 8.2.3. Для того, чтобы сравнить экраны, я установил яркость на максимальные параметры и также убрал автоматическую регулировку яркости. Смотрите, стоят одинаковые обои. Первое, что бросается в глаза, рамка вокруг экрана у Mi Max гораздо толще и заметнее, чем у Mi Max 2. Экран кажется немного более тусклым у Mi Max и более ярким у Mi Max 2. Давайте посмотрим углы обзора. Никаких искажений. Ни там, ни там я не вижу. Под любым углом картинку видно очень хорошо. Я заметил, что на белом фоне Mi Max 2 под углом уходят желтые тона. Обратите внимание, когда я поворачиваю экран, здесь цвет остается белым, а у Mi Max 2 он уходит в желтые тона. Запускаем Antutu. Тест закончился. И теперь мы можем увидеть, что у Mi Max идет 81659 попугаев и 6300 у Mi Max 2. Также в Antutu мы можем увидеть, что у Mi Max 2 находится процессор Qualcomm Snapdragon 625, а у Mi Max идет Snapdragon 652. Видеокарта Adreno 506 против Adreno 510 у Mi Max. Разрешение экрана у них одинаковое, Full HD. У Mi Max 2 камера 12 Мп с максимальным разрешением 4000 на 3000 пикселей. У первой версии Mi Max 159 Мп и максимальное разрешение 4608 на 3456 пикселей. Но хочу заметить, что камера, хотя здесь и меньше по мегапиксели, но здесь стоит камера от Sony IMX 386 с чувствительностью f2.2. И эта камера точно такая же, как находится в Xiaomi Mi 6. Далее по оперативной памяти идентичные показатели. Здесь, как вы помните, у нас версия на 128 ГБ, поэтому хранилища здесь гораздо больше. В этой версии 64 ГБ постоянной памяти. Хочу заметить, что в Mi Max первой версии были 3 ГБ или 4 ГБ версии этого телефона. В Mi Max 2 идут версии только 4 ГБ оперативной памяти, плюс 64 ГБ либо 128 ГБ постоянной. Еще из этого меню мы можем увидеть, что к селфи-камера на обоих аппаратах 5 Мп с одинаковым разрешением 2592 на 1944 пикселя. Вполне возможно, что они идентичны. Более особых отличий мы здесь не увидим. Как мы поняли, аппарат не стал мощнее, но у него стала лучше камера. А также важным моментом является батарея на 5300 мАч. На целых 500 мА больше, чем у предыдущей версии. Также производитель заверяет, что эта батарея способна держать заряд в 2 раза дольше, чем у конкурентов. Также важным моментом является поддержка Quick Charge, которая позволяет зарядить аккумулятор этого девайса за час аж на целых 70%. Чего хватит для использования на целый день. В Mi Max 2, так же как и в Xiaomi Mi 6 реализовано стереозвучание, так называемый объемный звук. Давайте проверим это и также сравним их по громкости. Запустим одну и ту же мелодию на двух аппаратах по очереди. Вначале Mi Max. Теперь на Mi Max 2. Звук не особо отличается по громкости, но Mi Max 2 за счет функции объемного звука звучит как-то более приятно. Пришло время посмотреть примеры видеосъемки. Продолжение следует из corriente. В амбиопис ito, так же Gary Riudan glaubeytan. И spread out anti-cíaxs corticii. Хоча с employer Energian Silver skype. Основанностью он не самЛ ясов izCo. Есть, что очень удобно? Я пишу лишь имя. Амбито Muito экстрасес. Нет, горячка останется зима, на компьютерку к設кой технику немários. Можницы ходить объяс из怎麼樣. А теперь посмотрим примеры фото. Продолжение следует... Продолжение следует... Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что телефон получился не хуже предыдущего. Mi Max 2 это телефон с огромным и качественным экраном, на котором смотреть фильмы и играть в игры сплошное удовольствие. Хорошая камера порадует своего обладателя качественной фото и видеосъемкой. А очень емкая батарея даст возможность максимально долго использовать аппарат без подзарядки. Также приятно отметить, что ценник остался на уровне предыдущей версии. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Всем пока!